Диана Латышева Прошли соревнования по бадминтону в рамках спартакиада в УЗФРТ. Чемпионат единой хоккейной лиги противостояния команды МНКТ и казанских юбарсов. Гость студии Никита Лихачев. Говорим о внутривузовском этапе чемпионата ССКА России. 17 февраля во Дворце Спорт состоялся матч между хоккейным клубом ИДЛ и казанскими юбарсами. Подробнее смотрите в сюжете нашего корреспондента. Игра складывалась удачно у обеих команд. Были опасные контратаки. Однако хорошая работа вратарей не позволила командам открыть счет на первых минутах матча. Первый гол мы увидели на 16-й минуте. Казанские юбарсы сумели поразить ворота соперника. На 19-й минуте за игру высокоподнятой клюшкой на малый штраф отправляется Швецов Кирилл. Что дает возможность ИДЛю сравнять счет в матче. Им это удается. Таким образом первый период оканчивается со счетом 1-1. Второй период был насыщен заброшенными шайбами. Команда ИДЛ вышла сконцентрированная и готовая к атаке. Они проявили инициативу и забросили 5 шайб. Однако команда из КФУ не расслаблялась и ответила двумя заброшенными шайбами. Второй период закончился со счетом 3-5. В третьем периоде, в первой же смене, ИДЛ забрасывает еще одну шайбу и увеличивает свой отрыв до трех голов. На 54-й минуте казанские юбарсы сокращают свое отставание и это делает Нурулин азат. Под конец третьего периода команда из КФУ пытается сравнять счет и перевести игру в овертайм. И забрасывает свою пятую шайбу. Но ИДЛ забрасывает две решающие безответные шайбы и выигрывает матч со счетом 7-5. Валерия Бинниман, Евгений Романов, Неделя спорта. В Казани продолжает спорта киада вузов и РТ. 20 февраля состоялись соревнования по бандментону, на которых побывал наш корреспондент Максим Жаробоев. О том, кто стал сильнейшим в данной дисциплине, смотрите в следующем сюжете. На этот раз в первенстве участвовали 11 команд, которые, как полагается, были разделены на две группы. В зависимости от их размеров и количества обучающихся студентов. После упорной борьбы лидирующую позицию заняла Павловская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, которая, нужно заметить, на протяжении многих лет забирает первое место на пьедестале спорта киады. В этом году Казанский федеральный университет не смог побить рекорд прошлой спорта киады и занял все то же второе место. Заключительно третье место досталось студентам Казанского государственного архитектурно-строительного университета. Чемпионами второй группы стали спортсмены Казанского государственного аграрного университета. Серебряные медали достались представителям Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Баумана. А бронзой наградили Казанский кооперативный институт. Спорта киада организована великолепно. Условия в спортивном зале очень хорошие. То есть и зрительные места, и сами корты для спортсменов, и зоны отдыха. Все очень нравится, мы с большим удовольствием принимаем участие. Именно так закончилась спорта киада по вадминтону среди вузов Республики Татарстан. Надеемся, следующее первенство будет еще лучше, а спортсмены порадуют болельщиков еще более достойной и зрелищной игрой. Максим Журовоев, Неделя спорта. 19 февраля в Ледовом дворце «Золотая шайба» состоялся очередной матч чемпионата Единой хоккейной лиги между командами МНКТ и Казанскими юлбарсами. Подробнее смотрите в сюжете Владислава Кузора. Казанским юлбарсам предстояла игра с лидерами чемпионата. После пяти туров МНКТ занимает первую строчку турнирной таблицы, а «Тигры», не сумевшие добиться успеха ни в одной из встреч, замыкают турнирное положение. Несмотря на проигрыши юлбарсов, болельщики продолжают верить в команду и ждали от нее победы в этом непростом матче. С первых минут игры МНКТ взяли инициативу в свои руки и начали доминировать на площадке по ходу всего периода. На 12-й минуте они сумели открыть счет, автором гола стал Камиль Галеев. После первого гола МНКТ начали расстреливать ворота «Тигров», и хоккеисты забили еще четыре безответные шайбы по ходу периода. Авторами голов стали Ильнур Садыков, Марсель Сафагалиев, Айрат Зарипов и Тимур Багаудинов. По сравнению с первым периодом во втором отрезке наблюдалась равная игра команд. Юлбарсы проводили атаку за атакой, но до взятия ворот так и не дошло. Под занавес второго периода Азад Шигапов увеличил преимущество своей команды, доведя счет до 6-0. Перед третьим периодом все задавались вопросом, смогут ли «Тигры» распечатать ворота и дать бой МНКТ после столь неплохого второго отрезка. Но в третьем периоде МНКТ не дал ни малейшего шанса «Тиграм» и беспощадно расстреливал их ворота. 13-0. Такие цифры на табло мы могли наблюдать после окончания матча. Очередное поражение казанских юлбарсам в этом сезоне, и они по-прежнему продолжают замыкать турнирную таблицу. Владислав Кузора, «Неделя спорта». И мы продолжаем. И сейчас на студии председатель студенческого спортивного клуба «Казанский юлбарс» Никита Лихачев. Привет, Никита! Добрый день! Очень рад уже второй раз присутствовать в вашей студии. И надеюсь, что сегодня разговор с вами тоже получится таким плотным, как бы сказали ребята футбольным языком, как и в прошлый раз. Я тоже на это надеюсь. Ну что, поехали? 24 февраля состоялись заключительные игры чемпионата СССР по мини-футболу. Расскажи об этом подробнее. Да, групповой этап действительно закончен. И, как мы ожидали, очень интересный получился турнир. И, что самое главное, и ребята отметили, и мы можем отметить вот та система, которую мы сделали в этом году. Не кубковая на вылет, а именно групповая, где было 4 групп по 5 команд, она оправдала себя полностью. Почему? Потому что ребята играли не все матчи в один день, как это делается обычно на Спартакеаде или на кубке, например, тех же первокурсников. А все игры были разнесены по разным дням. И у ребят, во-первых, была возможность потренироваться хорошо, найти какие-то сочетания в составе, может быть, кого-то дозаявить, кого-то убрать, наоборот, из состава. Это первый момент. Второй момент — это хорошее распределение времени. Мы знаем, что много крутых футболистов особенно работают, работают не по профессии, не по специальности. И для них график игр в разные дни — это тоже очень важно, чтобы не в один день было. И, правда, была очень хорошая конкуренция. И я считаю, что по сравнению с предыдущим годом, с предыдущим чемпионатом, именно говорю про АССК-шный этап, конечно же, уровень и команд, и самих соревнований действительно сейчас стал еще выше. А каких игроков ты мог бы отметить? Кто, на твой взгляд, является сильнейшим? Ну, давайте, во-первых, отметим команды, которые вышли в четвертьфинал. То есть, соответственно, пары у нас получились такие, что в первом четвертьфинале будут играть футболисты Института физики и Young Boys — это команда молодых игроков с Эконома. Потом второй полуфинал — МФК Лис и AC Казан. Надеюсь, правильно называю. Это первая команда — это футболисты из ИМО, из ФНИМК и в МИД. А вторая команда — это футболисты в основном из Сирии, то есть иностранные студенты. Потом еще одна пара — это сборная КФУ, соответственно, из разных игроков с разных факультетов. Они вышли на команду ЧБД — это футболисты с юридического факультета и немного из Института физики. И последняя пара, одна из самых интересных — это Турбион и МИГ-27. МИГ-27 — это футболисты ИТИСы, МИХМАТ и ГЕОФАКа, в основном взрослые ребята, магисты, аспиранты и так далее. А Турбион — это сборная африканцев, на которую тоже очень интересно смотреть. И переходя к футболистам, наверное, естественно, я бы выделил сейчас лучшего бомбардира нашего чемпионата, у которого вчера был день рождения, Денис Давыдов. Он наколотил уже очень много мячей, если не ошибаюсь, 9. И он, естественно, лидер своей команды, лидер КФУ. Потом хотелось бы выделить, наверное, также одного из лидеров команды МИГ-27 — это Леонид Паренюк, футболист с ИТИСа, очень техничный, и во многом именно его игра решает то, как МИГ-27 показал себя на групповом этапе, причем в такой сложной группе вместе с КФУ они играли в группе, и вот обе команды вышли. Также стоит отметить, наверное, очень многих ребят из команды Турбион. Это африканские студенты с разных факультетов, но лично мне больше всего импонируют два игрока, это голкипер их, который во многих моментах тащит команду, это Бонавантюр, он студент Мехмата, и защитник из Института международных отношений Давид Амер. Они держат игру команды, Давид руководит ребятами, и он, наверное, один из лучших защитников на турнире. А давай перейдем сейчас к женскому мини-футболу. Как я знаю, в ближайшее время стартуют полуфинальные игры. Ты не мог бы рассказать об этом подробнее, какие команды у нас будут представлены и какие даты матчей мы должны посетить. Да, соответственно, у нас и полуфиналы, и финальная игра пройдут уже в эту среду, также в КСК КФУ Уникс, можете подходить к 7 вечера туда. И что следует сказать о женском мини-футболе? В целом уровень турнира прошел, уровень турнира достаточно высокий, и многие команды это показали, так как у нас очень много футболисток с разных факультетов. И в полуфинале получились такие пары, это Волга и Вегас Клаб, и, соответственно, КФУ и Искра. Что следует отметить, конечно, команда КФУ, которая состоит из сборницы, она выделяется, и она, скорее всего, будет играть в финале. И я бы еще выделил, конечно, команду Волга, которая тоже достаточно интересную игру на групповом этапе показала, и будет интересно посмотреть, на самом деле, какой будет финал, и смогут ли футболистки КФУ, соответственно, так легко, как они прошли групповой этап, выиграть. Да, я думаю, несомненно, они будут играть в финале, но вы знаете, футбол это такой вид спорта, где может произойти невозможно, то есть девушки могут поставить автобус в своей зоне, и не будет голов там, а серия пенальти, например, это уже дальше лотерея. Вот, поэтому все матчи будут интересны, также они будут идти в прямом эфире, и мы пригласили комментаторов на эти игры, соответственно, также в группе можете увидеть, кто будет комментаторами этих матчей, и комментаторы также, наверное, для тех, кто не сможет прийти на трибуны, поддержать своих однокурсниц, одногруппниц, да как угодно, или просто подруг, да, вы можете посмотреть прямой эфир в нашей группе, и комментаторы, наверное, помогут вам погрузиться в эту атмосферу женского футбола, потому что, в первую очередь, женский футбол это именно праздник для тех девушек, кто любит эту игру, так же, как мы с вами ее любим, и цель этого турнира, в принципе, и цель того, чтобы прийти туда, это для спортсменок просто кайфануть, ну и для болельщиков тоже порадоваться за своих близких и друзей. А в рамках внутривузского этапа чемпионата СК России, какие ближайшие соревнования нас ожидает? Да, у нас эта неделя выдастся очень насыщенной, потому что уже в четверг у нас начнутся соревнования среди мужчин по шахматам, они также пройдут в здании КСК КФУ Уникс, начнутся в вечернее время, там будут, как я уже сказал, играть мужчины, и, возможно, мы уже в ближайшие дни выявим, кто из нас, кто из наших спортсменов будет представлять КФУ на оригинальном этапе среди шахматистов. Также стоит отметить, что в четверг мы проведем соревнования по бадминтону, и они пройдут не только в рамках чемпионата ССК по бадминтону, а также в рамках спартакиады студентов и аспирантов КФУ. Это очень интересный опыт, мы совмещаем эти два соревнования, и это даст толчок не только к тому, чтобы спортсмены увидели, что уровень турнира и уровень вообще борьбы станет интереснее, а также в том, чтобы мы показали, что в первую очередь спартакиады КФУ — это не соперничество институтов, это именно соревнования на благо всего университета, потому что мы всегда должны помнить, что мы не только студенты того или иного факультета, а мы в первую очередь спортсмены студенческого спортивного клуба «Казанский Барс», и надеемся, что именно этот этап по бадминтону, он даст толчок вот к таким большим и крутым переменам. Очень давно ребята также спрашивали про стритбол. Стритбол начнется уже в эту субботу в 17.30, также в Униксе в первом зале. Это будет соревнование среди девушек, мужской стритбол будет немного позже. И для тех, кто еще не успел зарегистрироваться, можно пройти на сайт, можно написать нашу группу и подать заявку, потому что места на женский стритбол для команд еще есть. И, как я уже говорил, в воскресенье нас ожидает мини-футбол. И так, в целом, эта неделя почти каждый день будет очень-очень насыщенной на соревнования. И, как я уже сказал, у нас есть свой Инстаграм-профиль, у нас есть ВКонтакте. Вся актуальная информация день в день выкладывается именно там. Подписывайтесь, уведомления ставьте и не пропустите ни один турнир. Неотрывно с чемпионатом ССК идет и проекта ССК-про. Как вообще обстоятельства с Ниндзио? Расскажи об этом. Почти все, кто у нас подавал заявку, прошли отбор. В основном это первокурсники, второкурсники, ну и также опытные ребята. В том числе я сам подал заявку на участие ССК-про. Там было очень много направлений, и ребята прошли отбор. Сейчас очень-очень много разных бесед ВКонтакте, где некоторых даже 500 человек есть, где даются ссылки на вебинары, ребята смотрят вебинары, ребята выполняют домашние задания. И по отзывам уже тех, кто состоит в нашем спортклубе, кто проходит их по разным направлениям, очень много полезной и интересной информации. Вебинары вообще не скучны, хотя, ну, сами понимаете, что видео, особенно из дома, особенно, когда человек с тобой какой-то материал доносит учебно по скайпу, тяжело. Но спасибо Ассоциации Сунических Спортивных Клубов. Они делают очень крутой, интересный контент. Спикеры очень эмоциональные, очень понятные, просто доносят материал, используют презентажки. И спасибо ССК-про, и спасибо ребятам, которые в нем участвуют. И тебе большое спасибо, Никита, что посетил нашу студию. Мы желаем тебе удачи в предстоящих играх. Спасибо. Вот такими яркими событиями нас порадовало прошлой недели. Ну а что же будет дальше, посмотрим. Вы смотрели программу «Неделя спорта» на телеканале УнивертВ. Меня зовут Диана Латышева. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!